И так, ну что ж, Ариа Рума и маленькие любители покушать у микрофона, как всегда, ваша покорная слуга Мамору, мы продолжаем с вами проходить такую увлекательную игрушечку, как Факторио. И как я люблю это говорить, и всегда об этом говорю, за кадром произошли какие-то невообразимо гигантские изменения. В частности, эти изменения коснулись всей нашей базы. Сейчас, в данный момент, эта база представляет себя полностью защищенную крепость от всяких кусок, которые так и норовят нам по большей части досаждать, даже в данный момент. Оберегают нас везде и всюду такая вот стена, вместе с нашими лазерными турелями, которые питаются от наших лэб. Эту стену помогали мне возводить мною любимые и мною уважаемые дрончики, которых я использовал просто как маленьких моих ручных рабов. Именно поэтому вокруг практически всей нашей базы уже размещены вот эти вот логистические сети и подстанции с этими самыми дронами. И они же помогли мне построить вокруг всей нашей базы вот эту длинную-длинную непрекращающуюся стену. Это одно из самых важных и главных изменений в нашей базе. Ну и чтобы питать эти все лазерные турели, нужно как-то снабжать их электричеством. И самый разумный вариант, который приходит на ум, и вообще, чтобы турели у нас нормально работали, нужно создать вот такую вот хотя бы ячейку вот этих вот аккумуляторных блоков. Чтобы в случае чего, в случае пальбы из этих турелей, они могли взять резервную электроэнергию отсюда и быстренько уничтожить всех кусок. Как только вот такая вот ячейка построена, мы уже понимаем то, что полностью снабжаться с помощью вот этих вот наших двигателей, это очень тупая идея. И соответственно, именно с этой целью мы в прошлой части начали процесс обогащения Коварекса. Как я и говорил, к этой серии я полностью разобрался в этой схеме. А также здесь у меня создан завод по производству топливных элементов для уже построенной мною ядерной станции. Поезд, который здесь у нас ходил, так в принципе сейчас здесь и ходит, и он ничего не менял. Он у нас разгружает всю руду в наши ящички. Ящички с помощью манипуляторов разгружают все на конвейеры. Руда идет дальше под конвейером, попадает в наши центрифуги. В центрифуках стоит рецепт по переработке урана 235 и 238. Так как они получаются в разных количествах, все эти руды, без разницы в каком порядке, попадают в наш единый быстрый разделитель. А уже из него у нас все происходит сортировка. 235-й уран попадает у нас, получается, в один сундук, а 238-й в единичных экземплярах попадает в другой сундук. И просто там складируется. И уже 235-й уран мы используем для добычи Коварекса. Добыча Коварекса это, в принципе, очень замороченная схема, которая требует не очень четное количество ресурсов, но представляет она собой вот такую модульную схему, которая может продолжаться, в принципе, до бесконечности. Главное, чтобы вот здесь вот продолжал беспрерывно подаваться у нас 235-й уран, а здесь вот непрерывно подавался 238-й уран. Тогда мы сможем перерабатывать уран, которого больше, в тот, в которого меньше. А именно 235-й в 238-й уран. На самом деле это до ужаса простая схема, до которой просто банально нужно додуматься. Честно, я признаюсь, что я не смог додуматься до нее и взял у какого-то англоязычного ютубера. За это ему очень большое спасибо. Надеюсь, тем, кому понадобится эта схема, ею успешно смогут воспользоваться, и это видео им вполне с этого поможет. В итоге цех по переработке всего и вся урановой руды представляет собой именно эту штуку. Здесь же стоят небольшие такие логические гейты у нас на то, чтобы банально не вырабатывались какие-то излишки. И в итоге 235-й уран, 238-й уран попадают уже на наши сборочные автоматы второго уровня, где из них создаются топливные элементы. И уже после этого топливные элементы попадают на наш поезд. Поезд же этот сейчас, в данный момент, находится на станции, которая отвечает за распределение топливных элементов в наш ядерный реактор. Единственная причина, почему я разместил этот ядерный реактор столь далеко от нашей базы, состоит в том, что он потребляет гигантское количество воды. А, к сожалению, в нашей базе поблизости воды нет. И в итоге полностью собранный реактор представляет собой нечто вот такое вот очень страшное, но тем не менее очень энергоэффективное устройство. И в итоге, которое нам дает примерно 703 мегаватта. Для сравнения, ребят, просто вот эта маленькая схема и вот эта вот маленькая схема правовых двигателей, которые работали на угле, способны нам выдавать всего 200. И вот эта маленькая по емкости, но не по ресурсам схема, способна выдавать в 4 раза практически больше мегаватт, нежели вот эти вот угольные схемы. А урана нас ждет гораздо меньше, нежели те схемы угля. Эта схема у меня тоже занесена в чертежи и представляет у нас собой нечто вот такое вот. Берите ристочек, берите ручку, перерисовывайте или как-то сохраняйте себе. И в принципе, это вполне можно ее осуществить. Если вам что-то будет непонятно, то я могу с удовольствием ответить вам в комментариях на все интересующие вас вопросы. В центре у нас находятся сундуки снабжения и в сути весь этот реактор у нас снабжается с помощью наших дронов и персональных дрон-станций, которые здесь у нас имеются. И вот тот самый поезд, который доставляет сюда топливные элементы. Также здесь у нас стоит небольшой такой сундучок, который доставляется всей переработанной топливной стержней из нашего реактора. А из центрифуги мы уже эти топливные стержни перерабатываем в уран-238. 238 уран попадает в наш поезд и он разгружается и уже получается на нашей станции по переработке самого урана. Я вот рассказываю на самом деле так легко, беззаботно и весело, но когда я это создавал, это было около месяца назад. Это было очень трудоемко и тяжело в плане постройки и мыслительных процессов. Я очень рад, что я могу для вас предоставить все это на блюдечке с голубой каемочкой и все так легко объяснить и разжевать. И последнее, наверное, изменение, которое коснулось нашей базы, состоит в том, что мы с вами полностью изучили все технологии, которые у нас были, помимо бесконечных исследований. То есть тех исследований, которые требуют от нас вот этих вот белых колбочек, которые достаются с помощью нашей космической ракеты. Ну и я вам скажу то, что мы практически на эндгейме и остается нам только сделать так, чтобы наша ракета взлетела. Для этого мы должны построить вот эту ракетную шахту. И что мы с вами здесь сможем наблюдать? То, что требуется для запуска, там, ракетное топливо, конструкция малой плотности и блок управления ракетой. Конструкции малой плотности у нас производятся вот в этом цеху. Если у нас не используются желтые исследовательские пакеты, то ресурсы этого завода мы можем использовать для производства нашей ракеты. Следующий у нас ингредиент это ракетное топливо. Ракетное топливо создается из твердого топлива и дизельного топлива. По-хорошему, ракетное топливо я должен производить недалеко от нашего нефтеперерабатывающего цеха. И замечательным образом я все-таки построил схему. И химические заводы получаются перерабатывать наш дизель в твердое топливо. Дизель также идет у нас на производство наших этих ракетных топливных элементов. По идее, хватает одного завода на один наш сборочный автомат. И я думаю, что это все будет у нас успеваться. Если топливных элементов будет у нас не хватать, то мы просто нарастим это производство. Теперь же нам нужно придумать способ, как именно отсюда ресурсы будут попадать примерно вот сюда. В принципе, я думаю, что дроны с этим должны справиться на отлично. Осталось мне создать блок управления ракетой. Для этого нужны модули скорости и синенькие процессоры. Модули скорости, если мне не изменяет память, я где-то уже даже произвожу. Да, именно я произвожу их вот здесь вот у нас. И они сразу попадают в сундук пассивного снабжения. Замечательно. Ну все, примерно как-то так у нас выглядит схема по сборке наших блоков управления ракет. Здесь банально стоят сундуки запроса на наши схемы. С помощью манипуляторов все засунуется в сборочные автоматы. И все из сборочных автоматов поступает в сундуки пассивного снабжения. Остается только запихивать сюда наши микросхемы. И также при желании этот цех можно просто скопировать и туда дальше продолжить. Это не проблема. Также я уже успел вывести сюда, чтобы попадали конструкции малой плотности. А также сюда делаем мы блоки управления ракет. И с помощью манипуляторов мы делаем так, чтобы все это у нас доставалось именно в нашу ракетную шахту. Вообще, в принципе, у нас уже все готово. И если я оставлю игру на большое количество времени, рано или поздно у нас ракета будет создана. Но это было бы слишком просто, согласитесь. Поэтому я сейчас буду попытаться наращивать масштабы нашего производства. Для того, чтобы как можно быстрее наша ракета была создана. В итоге я решил немножечко изменить схему нашу по добыче ракетного топлива. Потому что та показалась мне не особо эффективной. И сейчас она представляет собой следующее. Здесь находится 12 химических заводов, которые перерабатывают попутный нефтяной газ в твердое топливо. Решил то, что я не буду брать дизельное топливо. Поскольку это нарушит наши самые любимые пропорции. А беря попутный нефтяной газ, я просто заставлю наши заводы чуть побольше работать. И баланс практически не будет нарушен. И дизельное топливо у нас пойдет по сути только на ракетное наше топливо. И сейчас, поскольку я строю нашу модульную базу, я могу это свободно здесь дублировать хоть до бесконечности. В итоге схема по добыче ракетного топлива представляет собой нечто такое. Я просто банально все это еще раз расширил и продублировал, зациклив наше твердое топливо. Я думаю, что такой схемы в принципе должно хватить. И этого будет нам вполне достаточно. В итоге мы видим здесь уже 29%. Замечательно. 29% с учетом того, что у нас не очень эффективно производилось топливо. Учитывая то, что остальных ресурсов у нас очень даже фига, я думаю, можно постараться сейчас заниматься, начинать с нашим спутником. Спутник вещь, которая поможет нам доставать, соответственно, эти белые колбочки с орбиты. Для спутника нам требуется ракетное топливо, опять-таки, солнечные панели, на удивление. Аккумуляторы, радары и конструкции малой плотности. Аккумуляторы, я уверен, у нас где-то есть, и я уже ставил их на производство. Ракетное топливо у нас тоже имеется. Конструкции малой плотности, единственное, с чем, возможно, будут проблемы, но это сейчас решаемый вопрос. Мы просто сейчас банально отсюда ставим конвейеры. И конструкции малой плотности у нас тоже выведены для создания нашего спутника. И оставшиеся последние три дня для нашего спутника, это солнечные панели. Помнить бы, как они еще крафтятся. Медь, сталь, да электропростины. Это самый простой крафт, который я видел вообще в принципе. Все это я уже вывел с наших магистралей, и засовываю я это все с божественной автоматой. И все солнечные панели, которые здесь у нас производятся, я забираю и экспортирую к нашему спутнику. И все, получается, я сделал так, что как только здесь произведется спутник, по конвейеру он отправится в нашу замечательную ракетную шахту. Ну и таким образом мы совершили игру, получается. Таким образом у нас все, ракета уже готова к запуску. Спутник уже помещен на нее, и мы запускаем нашу ракету. Это невероятное свершение и удачное прохождение нашей замечательной игры. Мы, запуская ракету, завершаем две ачивки. Не все те, которые хотел бы я завершить за эту игру, но тем не менее, хотя бы эти. Мне потребовалось 52 неспешных часа для того, чтобы завершить полностью кампанию по факторию. И в итоге мы видим примерно такую статистику по всей нашей игре. К хорошему мы еще можем запускать наши ракеты до бесконечности, и никаких абсолютно проблем это не составит. Наши дроны будут дальше работать, наша ядерная станция будет дальше производить гигаджоул, и кусаки дальше будут продолжать свою экспансию и размножаться. И мир фактория никогда не умрет. К хорошему можно было бы выполнить остальные ачивочки, которые у нас здесь имеются, но я не знаю как к этому относиться, и выполню ли я все эти ачивочки, будет зависеть сугубо от вас. Ну и на такой прекрасной ноте мне придется с вами прощаться. К сожалению, этот сезон, я думаю, подошел к концу, и особо делать в этом сезоне мне останется нечего. И я больше чем уверен, я скорее всего сохраняюсь последний раз на этом мире, последний раз нажимаю кнопку выйти из игры, и я не отрицаю то, что возможно я вернусь к этой игрушечке. Не сейчас, спустя возможно какое-то время. Рано или поздно мы снова создадим новый мир, и снова окунемся в этот чудесный и увлекательный мир. Ну а на этом, пожалуй, все. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Еще услышимся.